Звучит музыка Звучит музыка Ипполитов Иванов, благослови души мои господа Звучит музыка Аплодисменты 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 Спасибо. 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 Разгравим троекратно наше великое многострадальное Отечество. Разгравим Россия! Благодарю вас. Я вам сообщу о деловой части. Мой долг представит президента, естественно, всех участников. Это я буду делать по ходу. Это необходимо очень. А сейчас слово президенту академии, академику, профессору Леониду Александровичу Майборде, моему товарищу и соратнику. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа. Гости. Друзья и коллеги. Прошите вас приветствовать от имени Петровской Академии наук, от имени ее президента с началом международной научной конференции, которая определяет нравственные позиции народов в жизни на нашей планете. Расскажите приветствовать от имени Академии великую дочь индийского народа, которая много делает для того, чтобы вопросы нравственности в мире, в каждом из наших государств заняли достойное положение. Я хочу сказать добрые слова признательности Шрим Матайи Нирмала Дея. Прошу вас поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в десятках точек мира полыхает война. Политики забыли о том, что самое святое на земле – это жизнь, это здоровье людей. Политики не могут найти путей в мирное решение многих вопросов. И сегодня на нашей великолепной планете и в Европе, и в Африке, и в Америке, и в Азии, и на территориях Советского Союза льется кровь, умирают дети, умирают матери. Я хотел бы, чтобы сегодня, завтра на этой конференции у нас нашлись добрые слова в адрес людей мира, добрые слова, добрые пожелания политикам, если в средних есть хорошие политики, попытаться остановить на нашей прекрасной земле кровопролитие. Вопросы нравственности в нашей жизни занимают непосреднее место. Я хотел бы, чтобы эти вопросы нашли достойное отражение на конференции, в докладах. Ну а участникам конференции хочу пожелать доброго здоровья, счастья в вашей нелегкой жизни, доброго пути конференции. Дамы и господа, дорогие гости, единомышленники, мой долг сказать несколько слов. Наше собрание, первая конференция международного такого калибра, на мой убежденный взгляд, является новым шагом в жизни не только России, но и всей земли. И я потом объясню, почему. Мы имели очень много трудностей организационных. За все неполадки, за все промахи в организации несу ответственность я и переношу извинения тем выдающимся содействительникам, которые в Огенде я не проконтролировал, не получили предложение. Но то, что зал полный и две тысячи участников, это большое, я думаю, достижение Петровской Академии Наук, ее президиума и коллектива. Поклонников нашей Шельма Атаджи Нирма Ведели мы им очень обязаны, но об этом позднее. АПЛОДИСМЕНТЫ Удивительный факт. Эта конференция без мировства и финансовой помощи матери, ее ближайших соратников, единомышленников, была бы конечно невозможна. Я признателен всем, кто принимал участие и при завершении еще кое-что должен сказать. А сейчас мой долг о сути нашей конференции. Она первоначально намечалась в таком плане. Медицина, здоровье и нравственность. В Кабелле, в Италии, в имении матери, а я должен сказать о безумительной независимости. Юрий, транслейтинг инглиш-пейс. АПЛОДИСМЕНТЫ Шельма Атаджи, ее святейшество, помимо основное направление конференции, а именно духовное возрождение нашего Отечества, России, в котором она видит центр духовного возрождения всего мира, именно наш град Петра. АПЛОДИСМЕНТЫ 24 июля в результате более чем двухчасовой беседы к предоброжелательным переводчике Богдану Мы обсудили ряд вопросов, и мы совершенно правильно поставили вопрос. Вместо здоровья такого направленного, но и очень трудного для понимания врачей нет очень хорошего определения понятия, она поставила проблему самопознание. АПЛОДИСМЕНТЫ Самопознание может быть пяти уровней. Самопознание каждого человека самого себя. Кто он есть? Для чего он на Земле существует? И вот удивительное явление. Шельма Атаджи определяет, а она объездила 47 стран по ее дневникам, и ее замечательное. И знает все национальности и народы мира, ну, по крайней мере, основные. Сказали, что русский народ самый духовный в мире, опора на него, он простой. И когда мы представляли мать, почетный член Академии, меня единодушно поддержал выдающийся великий соотечественник Федор Григорьевич Углов. АПЛОДИСМЕНТЫ Мой учитель, присутствующий здесь, академик Василий Филиппович Сержантов. Он будет откладывать. АПЛОДИСМЕНТЫ Владыка благословим на это доброе мероприятие. И никаких возражений, несмотря на разность видения проблемы, желающих столкнуть христианство и с тем, что проповедует добро. А таким ведь, я должен вам сказать, мать очень активно выступала против кришнаитов, это опубликовано, против белого братства и других религий, которые наносят вред христианству и православию. АПЛОДИСМЕНТЫ Я злоупотребляю немножко времени, но здесь незримо присутствует его святейшество, Владрика. О нем тоже будет речь отдельно. И я часть времени беру на себя. На себя, поскольку краткий разговор перед ответом его в Москву, а он вчера и сегодня в Москве, а потом в Трое-Сердии в посаде, я уже об этом говорил. Вернется он завтра или нет, это вопрос второй. Президиум Петровской академии. это единственный пока случай, единодушно, единогласно избрал своим почетным членом нашу глубоко уважаемую, дорогую Шри Матыча Нирмало Дэви. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы не было кривотулков, а у нас такое уже было, и я пережил много неприятных минут, должен вам признаться в этом, я должен сказать несколько слов. Кто такая Шри Матыча Нирмало Дэви? Родилась 21 марта, и в отличие от других женщин, не скрывает год своего рождения, 1923-й, в центре Индии, в великолепной христианской семье, я это должен еще раз подчеркнуть, христианской семье, у великого отца и матери, которые принимали национальные проблемы угнетаемой Индии, и дали должное, хорошее, ну, в королевской семье, где она родилась, это возможно, воспитание. Ее отец настолько велик, что два штриха, а мать обычно в Индии занята воспитанием детей, кормлением, это ясно. Ее отец впервые, перейдем каван, на хинти, зная 14 языков. И это уже говорится о том уровне. Дальше. Мне посчастливилось видеть и многим присутствующим здесь поклонникам ее таланта фильм невысокого качества, где идет национальный герой Махмад Ганди. Справа от нее, насколько я знаю, идет Индира Ганди, красивая еще тогда девушка. Это фильм 28-го года. И пятилетняя девочка бежит за Ганди. это наше великое гостье Шремата Джанирмана Дэли. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, естественно, подразвив и получив двойное образование ДРМ, доктор медицины и доктор философии, «А я с полным правом скажу, что она и доктор богословия, в этом нет никакого сомнения, в этом нет никакого сомнения, в этом нет никакого сомнения». Доктор психологии, богословия, медицины и... ну, белософофии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А если произойдет, а такое может быть на Западе, государственный переворот, и наша дорогая гостья потребует убежище, Россия с распростерками обвязана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно, конечно, англичане пытаются ответственность с климатом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Медицина, самопознание, нравственность, Восток и Запад. Уважаемые участники конференции, Россия переживает сейчас трудные времена. Это было предоставлено всем членам медицинской конференции, и это было написано и написано, что сейчас в России есть тяжелые времена. Перед всеми нами стоят огромные задачи по выводу нашего общества из кризиса. Без решения проблемы обретения духовности и нравственности успех демократических преобразований в России проблематичен. Без спирительной славы это не может быть сделано. Поэтому у нас вызывает глубокое уважение сам факт работы конференции и ее направленность как символ позабоченности общества состоянием духа и нравственности в России и ваша потребность работать во имя просвещения и гуманизации нашего народа. Идеи добра и нравственности должны лечь в основу устойчивого развития России и всего мира. И во имя этих идей необходимо объединять усилия всех ученых, специалистов и просто добрых людей. Желаю успеха в работе вашей конференции и всем ее участникам добра и здоровья. С уважением, руководитель аналитического центра под президентом России, академик Ясин. Я возбуждаю перед нашим правительством. И меня президиум в этом вопросе поддержал. О присвоении Патриарху нашей науки Федору Григорьевичу Глова звание Героя России. Таким образом, имя Героя России. Таким образом, имя Героя России. Они хотят оставить его название как Героя России. Это было свыше двадцати докладов. В связи с тем, что на конференцию приглашены руководители крупных медицинских учреждений. Директор института нормальной физиологии Академии Ясинских наук и наш академик Константин Литерич Судаков. Like the General Director of Physiological Institution Судаков. Director in institute высшей нервной деятельности Павел Васильевич Симонов. The General Director of Neuro Institution Васильев. Глава медицины в Сибири, Лаиль Петрович Казначеев, доктор Павлигина, прекрасно знающий проблему, которая стояла в повестке дня. Доктор Павлигина, который сейчас знает проблем. Наш академик Казничий Николай Степанович, академик Петровской академии, как и Судаков. Двое из них находятся в Канаде и в Греции, но два из них сейчас в стране, в Греции и Канаде. Научных командироках. Как на учебнике. И в Этирексийном институте, либо в Доме ученых, и там будут в основном, ну извините, в связи с маленьким числом посадочных мест члены академии в основном и медики. Я об этом вам объявлю после обеденного перерыва. У нас с двух до трех обеденный перерыв. Может быть немножко раньше. Нет, с двух до трех, все правильно. Может быть сегодня будет время, но если не то, то завтра мы будем предоставить продолжение конференции в различных местах, как в Текстильном институте или в Университете. А сейчас я предоставляю первое слово для доклада нашей великолепной и великой гости, Шри Матаджи Ирмала Деви, на тему. И теперь я предоставляю первое место в нашей конференции нашим великим гостем, Шри Матаджи Ирмала Деви. Самопознание. Самопознание. It's like knowledge from inside. Self-knowledge. Благодарю. Дорогие товарищи последователи философии Матери. А я должен вам сказать, что телевидение российское заняло правильную позицию, указав, что основа в учении Матери это философское отношение к жизни. Я желаю всем искателям истины. Я так обрадована здесь по august. и все это, потому что доктору Воронову он так много делал. Я не знаю, как доктор Воронова я не знаю, как он меня нашел. Он пришел, чтобы меня встретил. И я удивлялась, что он – и такой великим искателем правительства. Я не знаю, как он нашел меня. Таким образом получилось, что он встретился со мной. Но я знаю, что он – такой великий искатель истины. Также я очень сильно удивлена, что ученые говорят о морали. Это столь необычно. Только лишь в России люди могут делать это. Потому что наука аморальна. и это ничего не имеет общего с духовностью. Сейчас это новый шаг я обнаружила, что вы – люди столь продвинуты, что вы хотите узнать больше о духовности. Духовность – это мета-наука. 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 Сейчас мы с удивлением обнаруживаем и открываем, что есть гены, которые склонны к мутации. Я говорила давным-давно, что есть два типа генов особенных, которые смотрят на нашу моральность. С одной геновичной мутацией мы срабатываем грех против матери. Срабатываем грех против матери – это то, что вы вносите в вещи, которые не важны. Одним грехом, одним из этих грехов является то, что мы грешим против матери. Все, что является саморазрушающим. Все, что является саморазрушающим. Есть то, что мы называем аморальностью. Второй ген, который находится в людях, и когда происходят его мутации – это тот ген, когда мы грешим против нашего отца. Мутации этого гена происходят, когда мы агрессивны, когда мы производим насилие, и когда мы ведем себя независимо от определенного способа. Мутации этого гена происходят, когда мы агрессивны, когда мы производим какое-то насилие, и когда вообще ведем себя несоответствующим образом. Эти гены начинают мутации, и каждый человек начинает делать все подобные вещи. Стоит он начинает уничтожить себя, или начинает уничтожить себя. Стоит он начинает мутировать, то человек прибегает ко всевозможным вещам, или он начинает разрушать себя, или же он начинает разрушать других. Слава Богу, что мы сейчас дошли до состояния генов медицинской науки. И я надеюсь, что они обнаружат сейчас мутации этих двух генов в людях. Только не поддерживая традиции моральной жизни, это может быть сохранено. Но в демократических странах, которые были разрушены, и поэтому они получили полную свободу, и пошли как бы в разнос. И эти гены стали настолько мутировать, что люди даже не понимают, что они делают что-то неверное. Но наука может показать, что, если вы выходите за пределы науки, вы можете получить ответную реакцию. Когда нет разумных границ для производства, которые устанавливает наука, люди продолжают делать все, что не является необходимым. Например, атомные бомбы, водородные бомбы, и так далее. И тогда это как бы бумерангом бьет их. И сейчас есть большой бумеранг, который направлен на то, чтобы остановить производство этих бомб. Когда нет разумных границ для производства, которые имеют разумных границ для производства, которые устанавливают наука, люди продолжают делать все, что не является необходимым. Например, атомные бомбы, водородные бомбы, и так далее. И тогда это как бы бумерангом бьет их. Сейчас есть большой бумеранг, который направлен на то, чтобы остановить производство этих бомб. Этот агрессивность начался с научными преодолеваниями. Он пошел слишком далеко. Он доминировал в таком области, и уничтожил так много вещей. Это агрессивность, которая началась с продвижением с таким науки вперёд. Она сейчас стала беспокоить в очень многих странах людей. И вторая часть, которая является в путь против Матери, где люди сейчас принимают драку, алкоголь, агрессивность, все подобные плохие вещи. В Америке вы не можете говорить против мосексуализма. В Америке вы не можете говорить против мосексуализма. В Америке вы всё время говорите о гомосексуализме. Потому что гомосексуалисты дали голоса Клинтону, и благодаря этому он также выиграл на выбор. Их реакция сейчас должна таковой быть, чтобы остановить их. Их реакция исходит в виде спида, и эти люди, больные спидом, потому что они думают, что они являются как бы великомучениками. Потому что их эго сейчас повреждается, ему наносится вред. И они не хотят признать, что они совершили ошибки, что они получили эту ужасную болезнь, спид. Но кто создаёт эти гены? И кто их направляет на эту мутацию? Наука пока ещё не может дать ответа. Наука пока ещё не может дать ответа. Он может видеть. Он может видеть. Поехали. Здесь вы видите схему. Вы видите тонкую, стройную систему в нас, которая внутри нас. Вы все ученые здесь, поэтому должны иметь открытый ум. Почему, что я вам говорю сегодня, это, перед вами, какая-то гипотеза. Если это правда, то вы должны принять ее, как честные люди. Потому что она направлена на благо для вас, как для индивидуальности, на благо вашей страны и на благо всего мира. Здесь вы видите треугольную косточку, которая называется сакром, которую греки знали и называли ее священной косточкой. В этой косточке находится энергия чистого желания. Все остальные желания не являются чистыми. Сегодня вы хотите купить дом, машину, потом вертолет. Согласно экономике, потребности в общем не удовлетворимы. Поэтому это является чистым желанием в нас. Вы можете осознавать это или же не осознавать этого. Теперь, что такое чистое желание? Чистое желание состоит в том, чтобы быть Духом. Вы не это тело, не этот разум. Вы не этот интеллект, не эти эмоции. Вы не эти условности, и вы не есть ваше эго. Но вы являетесь чистым Духом. В состоянии эволюции вы достигли состояния, которое мы называем человеческим. Но это не есть конец путешествия. Даже в науке вы можете найти, что кто-то говорит, что это не так. Тогда другой приходит и говорит, что то не так. Так что мы не знаем абсолютной истины. Если бы мы знали абсолютную истину, не было бы ссор, не было бы сражений, не было бы войн. Я сказала, что это мета-наука. Но она была известна в моей стране тысячи лет тому назад. Если бы я сделал что-то, то я принесла эти знания в массы. И в этом нет ничего великого. Хорошо. Итак, все человеческие проблемы создают проблемы мировые. И все человеческие проблемы исходят из этих центров, которые являются основой людей. Эти центры действуют или слева, или справа. Как показывает шлематоте, вы видите центр. Левая симпатическая система и правая симпатическая система не делают одну и ту же работу. Они делают двух типов абсолютно отличная одна от другой. Каналы, которые заботятся об этих системах, показаны здесь. И в центре находится парасимпатическая нервная система. Опять-таки я скажу, что это мета-наука. В центре лежит парасимпатическая нервная система. Я не хочу сказать доктору, что они знают, что когда вы хотите бегать, вы можете убежать сердце. Если вы хотите бегать быстрее, то должна увеличиться частота сокращения сердца. В крайней ситуации действует симпатическая система. Но сердце приводится в норму парасимпатической системы. Теперь в мозг, как вы видите, на поверхности мозга эти шланги идут. И с левого бокса вы видите, что в области мозга там, где эти два канала пересекаются, в области перекрестка зрительных нервов. И они образуют шары, подобные тем, что показаны на рисунке. Эти шары формируются в вашей левой стороне. Эти шары формируются в вашей левой стороне. Это может быть немного загадочно. Это может быть немного загадочно звучит для вас. Скажем, мать заботится о своём ребёнке. И ребёнок очень счастлив. Но если она ему повернёт на сторону, ему это уже не будет нравиться. Поэтому вторая сторона эго начинается. Когда она ругает его, говорит, не делай этого. То тогда первая часть условностей начинается. Поэтому он переходит или на сторону эго, или на сторону условностей. Мы видим эти прекрасные цветы здесь. Но они являются чудом, не так ли? Кто создал эти цветы? Если вы спросите врача, что управляет вашим сердцем, он скажет, что это автономная нервная система. Но кто этот автоном? На этот вопрос они не могут ответить. Эта кундалини, которая находится в треугольной косточке, является вашей матери. Она ваша личная матери. Она знает всё о вас. Она также является врачом. А также и психологом. И учёным. Она думает, она понимает. И прежде всего, сверх всего, она любит. Каждый из вас обладает этой силой. Эта сила, когда она пробуждается, она проходит через шесть выше расположенных центров. Эти шесть центры, которые расположены выше, отвечают за ваше физическое, эмоциональное, ментальное и ваше физическое состояние. Физическое, ментальное, эмоциональное и духовное. Хорошо. Хорошо. Как мы можем общаться с одним центром? Сегодня это очень долгое время. Мы рассмотрим два центра только. Этот центр – это второй центр Свадистана. Он на физической стороне представляет аортическое сплетение. Аортическое. Аортическое. Вы видите, я не знаю, что вы называете. Хорошо. Только мы делаем с одним сегодня, и вы будете удивлены, как много болезней можно излечить, если привести в норму этот центр. Функция этого центра, потому что он движется таким образом. Он движется и может также контракт. Он как лотос. Так что его функция – следить за печенью, поджелудочной железной. и селезенкой, почками, и внутренними органами пищеварения. Один лишь центр. Также у него еще имеется очень важная роль. Ученые пока еще не достигли этого уровня. Ученые пока еще не достигли этого уровня. Так что человек, который думает слишком много, он футуристичен. Он планирует. Так что человек использует энергию в своих серых клетках, не так ли? Так что этот центр становится интересным об обеспечении энергии. Поэтому все эти органы начинают страдать из-за отсутствия питания, из-за голода. Первая атака на печень. Функция печени – это брать яды, которая находится в человеческом теле, и помещать их в кровь. Я говорю вам в общем. Теперь что происходит, если жар накапливается в печени? Такой человек начинает сильно худеть, потому что имеется яд в его печени. Он становится очень раздражительным. Он получает кожные болезни. А затем этот жар может начать перемещаться и на другие органы. И из-за этого эти органы также начинают страдать. Так что, когда он идет к панкреасу, люди начинают страдать от болезни, которая называется диабет. Диабет может происходить только с людьми, которые очень футуристичны, которые сидят и все равно на что-то планируют. В моем стране, панкреасы берут примерно шесть ложек сахара. И они не имеют никакого диабета. Потому что, что бы у них не было, они все тратят, и они спокойно потом спят. Эти болезни больше на Западе. На Западе у людей всевозможные должны быть страховки, и они боятся как бы не повредить и как бы сохранить даже какую-то маленькую незначительную вещь. Это просто безумные гонки вот этой страховки. Второй орган, который является наиболее важным также, это псевизерство. Я не знаю как в России, но в других странах, в Западе особенно, люди сидят очень поздно по вечерам. Они должны посещать всевозможные вечеринки по выпивке, по танцам, всевозможные безумные вечеринки. Поэты становятся очень горячими. Поэты становятся очень горячими. Поэты становятся очень горячими. Они кое-как должны очень хаотично быстро одеться и потом взять газету и начать читать ее. Теперь наша селезенка является спидометром. Она производит красные кровяные тельца, как вы очень хорошо знаете, в моменты критических ситуаций. Но жизнь настолько нервная, настолько задерганная, что человек, когда начинает читать утром газету, получает шок и у него сплин начинает также хаотично работать. Потом они идут в машину и появились в уличное движение, которое сейчас имела Шерматовича, когда она ехала сюда на эту программу. Я извиняюсь, что я недавно, но мы начали, что мы начали. Но мы выехали давным-давно из-за такого движения, которое тут у вас. Так что они расстраиваются, а затем он приходит в свой офис и тут на него начинает кричать его хозяин. Мы все являемся просто рабами времени. Даже если кто-то на одну минуту опоздает, то кричать на него будут 15 минут. Поэтому эта бедная селезенка не знает даже, как ей кооперировать, сотрудничать с такой нервной личностью. Он также становится таким же задерганным и уязвимым для рака крови. Я хочу сказать вам, что это на самом деле, что рак крови может быть измечен с методами Сахаджа Ютки. Не изменяя и не заменяя гроз, не делая ничего. Теперь третий момент – это почки. С этим жаром почки также начинают коагулировать. Так что вы даже не можете выделять свою мочу. Так что вы идете на диагноз. И дай обратно. Это факт. Теперь это может быть очень хорошо излечено путем пробуждения кундалии. Нет никакой необходимости вовсе прибегать к этому диагнозу. Затем идут органы пищеварения. Затем идут органы пищеварения. Эти, вернее, не органы пищеварения, а, видимо… То тогда у вас может также ухудшаться перистальтика кишечника. И люди могут получать запоры. В конце их толстого кишечника в конце их толстого кишечника. Затем, когда мы видим жар, он поднимается вверх, он поднимается сердце. Вот такой. И если есть молодой человек, который выпивает слишком много, который играет теннис и очень сильно себя перенапрягает физически, и который думает слишком много, который думает слишком много. Такой молодой человек может получать сердечный приступ, который всегда ссорен. Также сердечные приступы будет получать сердечные приступы в болезни. Потому что селится и украдает сердце. и в пожилом возрасте, потому что этот жар поднимается, и он как бы схватывает сердце. Так что вы имеете обширный инфаркт, не ангину, но обширный инфаркт. Далее этот жар поднимается и того выше. И он поднимается вверх, и вы получите болезнь, и вы получите болезнь на левом стороне. Левая сторона, потому что она проходит. Потому что в этом центре, где показывают сейчас на схеме, они пересекаются эти каналы. И человек получает паралич. На правой стороне это реакция. Есть болезнь на левом стороне. Есть болезнь на левом стороне. это реакция. Я не знаю, как это будет. Это первые три года. Теперь, когда вы на левом стороне твои болезни проявляются на левой стороне, их природа более серьезна. Я не знаю, насколько вы поверите мне. Левая сторона дает вам психосоматические болезни. Все возможные и весьма неизлечимые болезни. Рак. От всевозможных болезней. от лучших мышечный, рак. От всевозможных болезней, ангина, онгина, Психические болезни – это чисто лунатизм, безумие. Все остальные – это психосоматические. Они исходят от вирусов. Теперь на левой стороне находится все наше прошлое с момента нашего создания. Так что много мертвых растений, которые вышли из процесса эволюции. Мертвых животных, мертвых людей. Теперь это, как в скором будущем, табак выйдет из циркуляции. Так что, когда внимание начинает уходить на левую сторону, к вашему прошлому, вы можете получить шок даже, если будете этим заниматься. Россия более левосторонняя, я чувствую это, говорит все матери. Из-за того, что какова была политическая ситуация прежде. Так что каждый должен быть в центре. Потому что если вы уйдете на левую сторону, то вами могут завладеть какие-то вирусы, или какие-то мертвые духи могут завладеть вами. Так что имеет место вот это вот овладение вами. По мере пробуждения кундалини, ваше внимание начинает направляться в центр. Все религии были созданы для того, чтобы создать баланс, равновесие, а не для того, чтобы уходить в крайности. Но почему это равновесие? Потому что только лишь обладая этим равновесием вы можете восходить. Как я уже сказала, эти цветы были созданы. Так и вся работа была проделана этой божественной всепроникающей энергией. В Библии это написано как прохладный ветерок Святого Духа. В Коране это написано как рух. И также на Украине у нас есть такое движение – рух. Мы все слышали. А в Идийской философии это написано как парам чайтанья. Адиша Карачария сказал, салилам, салилам – это очень прохладный ветерок. Поэтому вы должны стать едиными с этим. Это является йогой. Когда вы соединитесь с этой всепроникающей силой, вы станете обладать силами. Наши мысли нарастают и опускаются. И мы прыгаем по верхушкам этих мыслей. Мы не можем быть в настоящем. И реальность – это настоящая. Так что когда Кундалини поднимается и доходит до этого центра, который находится в перекрестии зрительных нервов, она создает в вас настоящая, что является тишиной, что является безмысленным осознанием. Вы осознаете, но безмысленно. Так что вы также выпрыгиваете из своих проблем. Если вы стоите в воде, то вы опасаетесь высоких волн. Но если вы выпрыгнете в лодку, то вы можете смотреть, наблюдать за этими волнами. И вы можете наслаждаться их. Но если вы знаете, как уметь плавать, то вы можете прыгнуть и спасти так же многих. Так вы переходите во вторую стадию, что называется безмысленное сознание. Вы имеете так много сил. Подтенциально новые. И у вас пробуждается очень много сил. В Индии очень многие художники стали широко известными по всему миру. И художники становятся очень известными в Австралии. Это благословение. Благословение. Фактически вы попадаете в царство Бога. И все время чувствуете, что о вас заботятся, вас направляют, вас защищают. И это ваше право. Мы называем это Сахаджа-йога. Сахаджа-йога. Сахаджа-йога означает с и джа означает рожден. Это право быть в этой йоге, в этом союзе. Союзе с Божественностью, с Богом. Так что и вы становитесь Божественными. Автоматически вы становитесь совершенно мараз. Вы становитесь праведными. Вы наслаждаетесь всеми вашими добродетелями. Вы становитесь своим собственным проводником в свете Духа. Я вижу, как люди совершенно сразу же отказываются от наркотиков. Это последний прорыв нашей эволюции. Я очень благодарна профессору за то, что он организовал это прекрасное агустейшее собрание здесь. Могли бы вы представить во времена Христа, чтобы Христос так обращался к людям? Сейчас, в повременное время, что я имею этот шанс говорить сейчас с вами. Вы все просветленные люди, а они же распяли Его. Христос был великой, очень великой Божественной Личностью. Он не понимал людей, я думаю. Он не понимал людей, я думаю. Потому что он был столь чист. Что он сказал? Что если ваш глаз совершает грех, то лучше выньте его. Если ваша рука совершает грех, лучше отрежьте ее. Если бы на Западе все следовали Христу, то все бы не ходили без глаз и без рук. Я думаю, что Мохаммад Сахим думал, что Христос говорил так много о мужчинах. Чтобы поддерживать свой уровень, а почему же он не так говорил много о женщинах. Так что он начал говорить о женщинах – ужасные вещи. Это слишком. Я просто думала, что вначале лучше нужно дать им немножко света. Ну, предположим, что я стою в темноте, и у меня в руке имеется змея. Но я являюсь настолько какой-то одержимой личностью, что я не хочу слушать других людей. Просто не хочу. Вы мне говорите, что у меня есть змея, и у меня есть змея. Вы мне все время говорите, что у тебя в руке змея, у тебя в руке змея, а я же не буду этого слушать, пока змея действительно не укусит меня. Но если же будет даже маленький свет, то я немедленно выброшу эту змею. Вот это то, о чем я думала, что если люди получат даже немножко света, то немедленно они начнут изменяться. И это просто сработало. Я никогда не мечтала, что я могу обращаться к такому многим людям в России. Я никогда не мечтала, что я могу обращаться к такому многим людям в России. Это очень благодаря вам, профессору Ворову. Я не знаю, что сказать. Это действительно стихотворение, что такие божественные люди должны сидеть передо мной. здесь, в этом зале. Это такая большая честь для меня, и благодаря профессору Ворову, что такие божественные люди просто сидят передо мной здесь, в этом зале. В этой короткой лекции, я не могу вам рассказать всего о Сахаджаюе. В английском языке, я должна быть дала не менее пяти тысяч лекций. Но лекция – это всего лишь какая-то ментальная, умственная деятельность. Вы должны выйти выше этого и достичь состояния просветления. Просветление не будет означать какое-то клеймо, что вы вновь рожденное или еще что-то. Нет. Это актуализация и это становление. Это не просто разговор, разговор, разговор. Это также не слепая вера. Это действительное происходящее. Это действие должно иметь место. Ради чего вы не должны платить. Это живой процесс. Когда вы помещаете семя в Мать-Землю, оно прорастает. Как много денег Мать-Земля берет за это с нас? Потому что это заложено в Мать-Землю способность проращивать, а также заложено в это семя способность прорастать. Это живой процесс спонтанности. Никто не может объяснить его. Почему мы на этой земле? Никто не можем спросить, почему маленький зародыш начинает расти, почему потом выбрасывание происходит? Как все, например, чужеродные тела должны быть выброшены из тела. Но оно сохраняется, за ним поддерживается все до тех пор, пока оно полностью не пройдет весь надлежащий цикл. Кто делает это? На днях кто-то спросил меня, почему я на этой земле? Я сказал, чтобы стать Божественным и для того, чтобы войти в Царство Божье. Но он сказал, чем же это поможет мне? Но он сказал, чем же это поможет мне? Я сказал ему, прежде войдите туда, и это поможет вам не только ментально, физически, эмоционально и духовно, но это также поможет и другим людям. На кончиках ваших пальцев вы будете чувствовать ваши центры. На кончиках ваших пальцев вы будете чувствовать центры других людей. А иначе половина из людей умирает только лишь благодаря диагнозу, во время диагноза. Только лишь на кончиках, благодаря кончикам пальцев вы можете найти, в чем проблема с человеком. То есть это разговор центров. Вы можете почувствовать вибрации любого человека. Или это мертвый человек, или живой, или же он где-то очень далеко. Теперь, если вы знаете, как скорректировать эти центры, то вы можете скорректировать и свои центры, и центры других людей. Потому что кто такой этот другой? Вы становитесь сейчас коллективным, и это означает, что микрокосмос стал макрокосмосом. Макрокосмос. Да. Или то, что капля становится океаном, морем. Это ваша способность. Это ваша слава. Это то, что вы должны обладать, это ваше собственное. Никаких обязательств. Это просто любовь и сострадание. Эта силhip отличается от Любви, Божественной Любви. Без никакой похоти, никакой жадности. Теперь мы никогда использовали силой любви. Никогда, никогда не пользовались силой любви. Сейчас же время пришло, и я уверен, что когда-то Россия станет лидером всего мира. Эти знания исходят, скажем, от индийской личности, то есть от индийского человека. Но наука пришла, например, с Запада, и если она пришла из Запада, то почему же люди думают, что это что-то более низкое? Все мудрые люди поймут, что они Божественны. Конечно, это не предназначено для идиотов или же для каких-то ребячьих детей. Я нахожу, что русские очень мудрые и весьма интроспективны. Когда я впервые приехала сюда со своим мужем, я сказала своего мужа, что Россия будет первой в области духовности. Дорогие члены Президиума, гости, зарубежные и соотечественные. Мой долг, долг русского, по нашему русскому обычаю, по нашему гостеприимству, приветствовать нашу глубоко уважаемую шлемата Джеймир Молыдевы, первую и пока единственную среди женщин, члена, почетного члена Петровской академии наук, на ее родном языке, на хинде. Жень! 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 Бiten! Жень! АПЛОДИСМЕНТЫ Народное население, согласно прогнозам, в ближайшее время, 30-40 лет, превзойдет все страны мира, в том числе и Китай. Там возникнут новые трудности, когда будет население свыше миллиарда. Но это единственная страна в наших отношениях, которая не пролила капли крови нарочито. Не мы у индусов, не они у нас. Но это единственная страна в отношениях с Россией, которая не пролила капли крови, не только для России, с индийской стороны, с русской стороны. Мне могут сказать, ну что ты говоришь, у нас нет общей границы с Индией. Извините, у нас нет общей границы с Японией, не было долго. У нас совсем не было общей границы с Францией. А сколько наших прадедов, прапрадедов, щуров и пращеров погибло в 1812 году. Может быть, я могу спросить, что у нас нет общей границы с Индией, но у нас также нет границы с Францией или Чапаной. Но сколько наших родителей и родителей умерли в войне с ними? Данная конференция имеет отдаленную перспективу самых крепких и дружественных отношений с нашим великим соседом. И не зря некоторые наши политики, по моему предложению, думают восстановить границу с Индией за счет отдачи какой-то территории Индии или России, но чтобы была граница общей с Индией, а не то Афганистан, который искусственно сделала Англия, отграничив нас от этой дружественной страны. В будущем наши отношения с Индией будут улучшены. И также некоторые вещи, которые мы можем уничтожить границы Индии, потому что границы, которые были сделаны artificially по Бритаме с Афганистаном, могут быть уничтожены. Эта общая граница с Индией значительно облегчит наш контакт с этой большой державой, которая во многом решает геополитику, по крайней мере, на Востоке. Эта общая граница с Индией сделала более легче политику на Востоке. Я вынужден занять этот промежуток до возвращения нашей великой гости. И сейчас позволю, а мы в беседе познакомились, и я сказал, кто такой его святейшество, митрополит Энн, а сейчас мой долг представить его, поскольку он незримо присутствует у нас. During this break, before she will come back, I have to introduce our metropolit, which is not present here, but we know that. Владыка, без всякого сомнения, является духовным патриархом России. Его гражданская позиция, его мужество, любовь к великому русскому народу, понимание международной обстановки превосходит все. И в этом плане у нас нет равного по своему авторитету. Я бы хотел обратить внимание на его доступность, простоту. Он, конечно, гений как человек. Незримое присутствие Владыки позволяет мне сказать еще очень несколько. As he is an unseen present, I will be permitted to say some words about him. Благодарю вас, прежде всего, своим товарищам, товарищам по президиуму Академии Петровской, и членам президиума Петровской Академии. My own great respect to all the members of the Academy of Petrovskaya and of Sites, especially to the members of the Presidium, who helped me. Первый, первый нашей в России, совсем после революционной годы, именно президиум Петровской Академии смело взял на себя, тогда еще трудно, и она была в Российской Академии, и организована при непосредственном участии великих и ковидающихся современников. Очень помог Федор Григорьевич, Распутин, Салаухин, Глазунов. Ну, всех не перечислить, но мы подписали документы, обращали на правительство о создании именно Русской Академии. Значит, что дальше произошло, в эту организованную нам Академию президент двинул совершенно других людей, не посчитавшись нашим решением, хотя я был дважды на приеме, у него передал документы, многотиражи видно, но он не послужил. Однако мы существуем, и мы, мы первым избрали, это очень важно, владыку, руководителем отделения богословия нашей Академии. Петровская Академия, Мой долг представить докладщика, а я должен сказать, почему это делаю, особенно для журналистов. Важно не только, что сказано, а кем сказано. It is not only important what was said, but by whom it was said. Вот почему я остановился на личности Шримада Джамира Магадани, остановился на личности его святейшества, митрополита, нашего духовного вождя, я это подчеркиваю, беру ответственность на себя, я сейчас вам в нескольких лет так расскажу о нашем патриархии науке угловии, это будет он. That's why I selected Шримаджи and also our church leader, and in details now I will tell some words about our father, so-called father of our science and kremission of love. Вы представьте себе профессию хирурга. Шримаджи и не было это. Сполка и балл биографии академик Фёдор Григорьевич Углов. Дальше. We continue. Фёдор Григорьевич Углов первым, не стесняясь, при тех правительствах, которые не понимали трудности русского народа и специально кое-кто ввел политику спаивания, поднял громадную волну борьбы с наркоманией, пьянством, лотари и так далее. Со всеми видами наркомании. Фёдор Григорьевич, новинка политики предыдущих руководителей университет очень важный рейт для борьбы против drugs против drugs. Митрополит Я и Фёдор Григорьевич Углов являются совестью русского народа защитниками его будущего, ну и, конечно, настоящего. митрополит Я и Фёдор Григорьевич Углов на нашей программе отпечатаны, к сожалению, в чужой стране и получены только позавчера, поздно, вечером портреты матери и митрополита. Восток и Запад. Но этот Запад условный, Запад это же основной русская мысль. мысли бы меня спросили, ну как вы думаете, где же центр духовности протекает? я бесколебаемо скажу, сегодня центр духовности России и всего мира проходит здесь. If I'll be asked, where is the center of spirituality of Russia and the whole world, I could answer that it is here in this hall now. I recommend you to read the book of Фёдора Григорьевича Углов сердце-хирурга. Между всего. The heart of the searching is most of all. Прочтя эту книгу, вы поймете, какого калибра человек перед вами. Первый. Reading this book, you will understand what is the level of this person. Первый. И второе. Вы потянетесь прочесть все его лучшие книги. И второе. Вы потянетесь, прочесть все его лучшие книги. в his books. А вот теперь я обращаюсь к президенту Петровской Академии. Давайте решать. Можете с места сказать президенту. Как нам быть? Я напоминаю, что все труды, все произведения будут опубликованы на английском и, естественно, на русском языке. Если мы сегодня будем все переводить, все доклады, конечно, сделав исключением для нашей великой гости, то мы просто не уложимся. Они будут опубликованы. И я приношу извинения иностранным гостям, если мы не будем переводить, а вы постарайтесь кратко изложить суть доклада. доклада. А сейчас слово Федору Григорьевичу Глобу, академику, Петровской и многих других академикам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЖЕЕЗДА АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие соотечественники, дорогие зарубежные друзья, дорогая наша господина, я выражу глубокую благодарность президиуму и, в первую очередь, Юрию Александровичу Горонову за представленную мне возможность выступить перед столь высоким собранием. Мой доклад называется «Традиция нравственности и права на материнство». Разрушение народа, страны начинается с разрушения нравственности, но и восстановление народа также начинается с травственности. И поэтому надо отдать должное нашей Академии президиуму, что она одна из первых поднимает этот вопрос перед нашим народом. Еще в своем словаре пишут, что нравственный быт человека важнее быта вещества того, и что христианская вера заключает в себе правило самой высокой нравственности. Россия всегда отличалась высокой нравственностью. Духовная жизнь народа бережно охранялась из поколения в поколение. Деды, вспоминая свою жизнь, всегда приводили примеры высокой нравственности, патриотизма, благородства. Именно это считалось качеством, поднимающим человека над окружающим. Удаль только тогда считалась удалью и ценилась, когда она была направлена на спасение людей, на защиту слабого и беззащитного. И глубоко осуждались поступки судалью, где была нанесена обида пожилому, малолетнему, слабому, даже врагу. Именно в России считалось законом, лежачего не пьют. Это значит, что если враг повергнут на землю, то его добивать, наносить ему вред. Когда он по слабости не может оказать сопротивление, считалось недостойным благородного человека. Православная церковь, православная вера, которой придерживался большинство русского народа, бережно хранила и развивала высокую нравственность верующей. Уверенность, что Бог все видит, что от него не скроешь своего неблаговидного поступка. Многих людей сдерживала и прививала склонность именно к благородным делам. Но все то, что сижилось на высокой нравственности, как правило, сочеталось с трезвостью. Пьянство несовместимо ни с благородством, ни с трудолюдием. Оно осуждалось церковью и народом. И надо сказать, что во все века наш от народ отвечался трезвостью. Неверные разговоры о пьянстве в России, они основаны на том, что сами русские боролись с этим и осуждали все виды пьянства. А на самом деле, до 1960 года душевое потребление алкоголя, которое является основным и самым точным показателем уровня потребления алкоголя в стране, в течение веков был ниже среднемирового уровня и значительно уступало подобным показателям таких стран, как Франция, Италия и другие, хотя там почти не встречались пьяные на улицах. Трезвый образ жизни, трудолюбие и высокая нравственность были характерны для нашего народа и включались в значение и смысл таких терминов, как русская душа, русская женщина, русский характер, русский солдат и другие. И все эти славные традиции держались на трезвости, которые отвечала русский народ в течение тысячи веков. К сожалению, с начала 60-х годов, под влиянием внешних враждебных сил, а также внутренних врагов нашей Родины, алкоголь стал использоваться для физического и нравственного разложения и уничтожения русского народа. Уровень потребления алкоголя увеличивался из года в год. По данным Центрального статистического управления, темпы роста потребления спиртных изделий за последние 15 лет три раза выше, чем за предыдущие 25 лет. С 1940 по 1980 год население возросло на 35%, а производство и потребление алкоголя на 770%. То есть в 20 раз прошло быстрее потребление алкоголя, чем рост населения. При этом, если за первые 25 лет потребление возросло на 280%, то за последние 15 лет на 490%. Соответственно этому растет и алкоголизм. С 30-х по 70-е годы алкоголизм в нашей стране возрос в 20 раз, в том числе и юношей до 18 лет в 28 раз. За последние 6-7 лет пьянство в нашей стране приняло катастрофические размеры и ставило под угрозу гибель нации. Алкоголь резко меняет психику и характер человека, часто толкая его на недозволенные поступки. При потреблении спиртных изделий в любом виде и в любых дозах происходит неизбежный и неотвратимый процесс разрушения личности, практически неконтролируемой и неподдающейся воздействию. А степень этого разрушения нарастает в геометрической прогрессе к количеству и частоте потребления алкоголя. Человек, даже имеющий высокое образование, не замечает, как он становится другим. Грубее, глупее лишаются инициативы. Окружающим кажется, что человек не потрезвел, а на самом деле у пьющего человека меняется характер, так как под влиянием алкоголя у него разрушается вещество мозга, причем в самых высших, самых совершенных его отделах. В течение длительного времени потребление спиртных запитков было печальной привилегией мужчин. Пьющих женщин было в 10-20 раз меньше. Особым и свободным в этом вопросе всегда отвечала русская женщина, для которой выпить злоток вина был истык и грех. В последние десятилетия женщины все интенсивнее вовлекается пьянством, и в некоторых странах число пьяниц среди прекрасного пола приближается к таковым среди мужчин. В нашей стране женщина держалась дольше, чем на Западе, но в последнее время приянием размузнанной пропаганды пьянства, передаваемой через кино, телевидение и литературу, как в замаскированном, так и в открытом виде, русская женщина быстро покатилась пьяным оболоном, создавая реальную угрозу будущности нашего народа. Телихая опасность проникла в самое дорогое, в самое святое, не драмателем. Опасность эта превосходит ту, которая связана с потреблением алкоголя мужчины, так как наследственность со стороны матери передается чаще, и причем в женскую линию. В потреблении алкоголя русской женщины патологическая наследственность найдет неотвратимый путь к физическому и нравственному вырождению нашего народа. Коварство алкогольных изделий и их особо опасное строительство заключается в том, что оказывает разрушающее влияние на ум и нравственность человека, а не быстро меняет характер человека. При массовом употреблении алкоголя возникает реальная угроза глубоких изменений самого народа в худшую сторону. Алкоголь не только отнимает ум, притупляет нравственность, уничтожает стыд и правдивость, отсюда выражение «бестыдная ложь». Он снижает и даже полностью лишает мужчин нередко очень рано в цветущем возрасте его потенциальных возможностей, что вызывает у женщин целый ряд серьезных заболеваний. Как часто женщины, больные из-за такого неудачного брата, брака, скоричью говорят, о какой любви или даже уважении к мужу можно говорить, если каждую неделю, а то ежедневно, видишь эту бессмысленную физиономию, слышишь всякую чушь, которую он несет с умным видом, закладающийся языком. Чувство блестливости и неприязни к выпившему мужу у женщин было всегда. Ныне же женщина неизмеримо выросла и высоко поднялась в интеллектуальном отношении. Каждая из них имеет среднее, а то и высшее образование. До замужества она привыкла быть в обществе веселых, жизнерадостных, трезвых друзей и подруг. Она много читала, бывала в кино, в театрах. С девушкой она мечтала, что со своим другом мужем будет всегда ходить вместе, гордясь им умным, трезвым, благородным. А вот вышла замуж, прошло короткое время, и не только не хочется никуда ходить с этим человеком, у которого одни мысли, одни разговоры только о выпивке. Есть остыдно признать, что этот человек, который то и дело под смельком или блаженно улыбается, или хамит, что это ее муж. Но чтобы сделать жизнь счастливой, женщина сама должна быть абсолютно трезвой. Пьяного счастья не бывает. Вот почему именно женщина, как носительница семейного и общественного благополучия, должна самым энергичным образом бороться за полную трезвость, ибо полу пьяной или полу трезвой жизни нет. Есть или трезвость, или пьянство. Женщина, воряясь за счастливую и трезвую жизнь, должна прежде всего начинать с себя. Должна начать борьбу за трезвость, она еще должна до свадьбы. Если юноша позволяет себе выпить в присутствии любимой девушки, невесты, то здесь угроза пьянства очень большая. И если девушка хочет иметь здоровую, трезвую, счастливую семью, то она должна быть бескомпромиссной. Девушке надо помнить, что юноша, если серьезно любит, с радостью выполнит ее любое желание. Он никогда не позволит выпить в ее присутствии или без ее разрешения. И если он выпил, значит, он ее не в грошки ставит, и нет у него никакой к ней любви. Выходить замуж за пьющего юношу, это обеспечить себе и детям пьяную, несчастную жизнь. Когда я смотрю на девушку, которая ведет под руку пьяного, выпившего парня, я с горечью думаю о том, что из ее ждет в будущем. Она сама готовится для судьбы этих несчастных женщин, а потом будет жаловаться на свою несчастную жизнь. Изберегли бы и наше потомство. Вопрос, пить или не пить, разными людьми решается по-разному. Расул Гамзатов пишет, пить можно всем, знать надо только, когда и с кем, за что и сколько. Тот же, кто хочет сохранить свое здоровье, развивать, а не губить свои способности и сделать что-то полезное для своей страны, кто должен пить никаких алкогольных напитков, нигде, ни с кем, никогда и нисколько. Это могилья, вовлекая за собой и здоровую часть общества. Абсолютная трезвость единственное возможное и необходимое решение доста ребенка и ни одного. Но это право должно принадлежать только абсолютно трезвой женщине, ибо строго научно доказано, что даже разовый прием ей самой на всю жизнь, но и глубокие нравственные переживания родителей и ребенка. Обязательством на полную трезвость. Здесь же необходимо сказать и о том преступлении, которое в севшине протекуется у нас. Открытой, наглой идет борьба с деторождением. Насилий, зрадий, телевидя, пропагандируют и рекомендуют аборты. Ныне считается установленным, что у плода с появлением сердцебиения, то есть в первые две-три недели жизни появляется душа. Душа человека. Великое творение Бога. И аборт есть не что иное, как душегубство, уничтожение человека, еще не родившегося. Поэтому аборты и пропаганда аборта есть безбожное дело и преступление. Именно пропагандируют и насаждают аборты, якобы потому, что земля телефону на людьми. В тех странах, где их земля переполнена, может быть, и нужно принимать какие-то меры для сокращения рождаемости. Но и там аборт остается преступлением, душегубством, против чего должна восставать совесть и вера человека, и, конечно же, свое слово должна сказать церковь. В нашей же стране не только нет никакого перенаселения, наоборот, имеет место большая недостаточа людей. Поэтому... безбук анто-бланк-манте. Анто... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok